Приветствую вас. Понимаете, что такое жадность и что такое обычная, какая же такая модель поведения, может быть даже норма становленная в семье, допустим, человека, либо что такое экономность. То есть все здесь достаточно индивидуально. И говорить, например, о жадности можно в том случае, когда человек откровенно, например, как-то ужимает, допустим, самого себя. Когда человек откровенно урезает свои какие-то потребности ради того, чтобы сохранить какой-то доход. Да, я так полагаю. И на мой взгляд, вот эти вещи, их не нужно путать, мне кажется, потому что ничего хорошего из этого страны не выйдет. Вот. Поэтому жадность, это или нет, еще неизвестно. Нужно, в смысле, поиследовать это. А вот то, что вам не нравится, то, что происходит, то, что вас не устраивает, то, что происходит, что вам, грубо говоря, не по душе, то, что происходит. Это уже совсем, на мой взгляд, другой вопрос. И как достаточно справедливо замечает мой коллега, почему вы не говорите человеку об этом? Почему вы не высказываете человеку, там, свои потребности, вот, вы не говорите человеку о том, что вас интересует, вы не говорите человеку о том, ну, чего вы хотите, вероятно. И это, на самом деле, куда большая проблема. Вот. Опять же, в контексте жадности я бы использовал такую характеристику, как, например, принудительность. Вот такую характеристику я бы использовал. Что такое принудительность? А, вот что из себя представляет это? Вот что из себя представляет? Принудительность. То есть, человек хочет экономить, да, жадничать. И не хочет он, в принципе, тоже экономит, тоже, как бы, жадничать. Вот. И, как бы, это очень, ну, такой важный, на самом деле, момент, если мы говорим о отношениях. Что-то вам нужно посмотреть, а, значит, что, уверены ли вы, уверены ли вы в том, что человек экономен во всем или только в этом. Если только в этом, это не жадность, конечно же. Вот, это просто такой уклад, такой устойчивый человек, такие ценности, ну, можно к этому, в принципе, по-разному относиться. Вот, ну, то, на мой взгляд, как бы, здесь вопрос больше, здесь вопрос больше ваших ценностей. Вот, опять же, нельзя делать однозначного выгода относительно того, жадность это или нет, по, вот, только, а, ну, по вашим, по вашим описаниям. Не получится так. Так, к сожалению, не получится. Вот, поэтому имейте порядок с этим ввиду, а, пока что. И дальше просто смотрите в сторону того, чтобы как-то, как-то, вот, более активно выражать свою позицию, чтобы как-то более активно говорить о том, что вы хотите. Чтобы более активно продвигать свою позицию и тем самым не оставаться, ну, какой-то, вот, неудовлетворённой, что ли, в этой ситуации. Вот, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы знаете, который вы знаете. Вот, на этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас.